Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня у меня очередное небольшое видео, но очень, я думаю, будет интересно не только мне, но и вам. Сейчас я хочу пригласить вас вместе со мною к небольшому исследованию информации, которая появилась в соцсетях о том, что в Кургане под Астраханью нашли клад 2000-летней давности. Сейчас мы подойдем, рассмотрим видео. Слава Богу, есть видео, потому что по картинкам мало что можно понять. Хотя изначально я увидела фотографию и засомневалась в датировках. Вообще, всегда меня удивляет, как археологи сходу дают датировки в 2000-лет. Курган, 2000-лет. Мы сейчас посмотрим, где Курган, где не Курган. Что там вообще происходит? Якобы найден гром богатого какого-то человека, похожего, как вот на сарматского царя, как говорит археолог. Но датировки, датировки 2000-летней давности, откуда они взяли? Вот как они это делают? И все, это идет в эфир. Давайте посмотрим видео вместе с вами. Я предполагаю, что люди погибли в Глиняном потопе XIX века. Почему именно XIX? Сейчас тоже скажу. Итак, вот заметка. Вчера, 21-23. Сегодня у нас 14 мая. Под Астрахани нашли золотой клад сарматского вождя. Вот они сразу же, вот вчера только открыли и сразу у нас уже... Хотя вот 11 мая, 11 мая уже была заметка, сарматского вождя они сразу же определили. Под Астраханью археологи нашли в Кургане клад 2000-летней давности, 12 мая. И вот тут что-то вот такое нашли. Вот такая у нас заметочка. Посмотрим фотографии. Я сразу обращаю внимание на то, как лежит скелет. Вы видите, что это чистая глина или песок, но больше похоже на сухую глину. Лежит он не в гробу, как мы видим, хотя вот в видео будет сказано, что именно в гробу. Голова, она как бы вот наклонена, может быть, не слой человека, рука кое-как. То есть он не захоронен. И весь он тоже пропитан глиной. Никаких переходных слоев о том, что это какая-то была насыпь или еще что-то, здесь не видно. Ну, допустим, можно предположить, что просто вырыли яму и вот сбросили человека. На том, что он какой-то следов вот этого гроба или не гроба должны оставаться. Даже если и слело дерево, к примеру, то должны оставаться какие-то вот следы от этого все равно. Здесь этого не видно. И голова, она, ну, как бы наклонена. Как бы так вот с поднятой головой остался человек. Может быть, он пытался спастись. Кто знает. Я лично это вижу. Посмотрим следующее. Вот опять-таки мы видим везде чистую, вот раскоп чистую глину. Раскоп не очень глубокий. Несколько метров, трудно здесь сказать. Это они уже положили археологи. Те монеты, которые нашли. Вот эта фотография меня смутила, когда я увидела. Ну, это не похоже на захоронение. Это похоже на груду костей. Поломанные кости. Фрагменты костей. И это вот, они запечатлели так, как они это откопали. Как они это нашли. Вот ноги. А здесь ступня. Явно, что не просто там в гробу захоронена. Это просто перемолотые кости. Еще, пожалуйста, момент. Какой здесь гроб, какой сарматский вождь. Это просто перемолотые кости, которые лежат в груди чистой вот этой глины. Вот по всей видимости, по этому бронзовому котлу они решили, что это 2000 лет. А вот глядя на эти кости, которые лежат, вот в смятку просто, в перемешку. То же самое, что я показывала на горе Акая. Когда вот эти вот кости лежат в перемешку. Вот как несло вот эту вот, вот эту массу. Вот так они здесь и остались, перемолотые. То же самое на Нимфии, но по Нимфии я тоже сделаю фильм. Уже Айспик показывал. Я покажу свои съемки, которые у меня были на полгода раньше. Вот как это все лежит. Тазобедренные кости. Ну, допустим, здесь упало, но это все вот в этой глине. Никакого каких-то следов захоронения культурного здесь не видно. Значит, гроба никакого нет. А теперь посмотрим видео. Археологическая работа на Кургане. Богомольные пески продлятся до начала лета. Все-таки они, это пески. Хорошо. Ну, и теперь, собственно, давайте посмотрим видео. Оно небольшое, 2 минуты 30 секунд. Я буду останавливать, комментировать, менять немножко скорость, чтобы вот авторские права тут не задеть. Золотые и серебряные украшения, драгоценности, оружие и предметы быта. Под Астрахани нашли клад 4 века до нашей эры. Подробности у Дмитрия Швецова. Этому захоронению более 2000 лет. Предварительно оно датировано 4 веком до нашей эры. Для астраханских археологов такой артефакт – настоящая находка. Исследование Кургана всегда вызывало особый интерес. Ведь это места захоронения кочевников. Потом будет сказано, что они нашли, что это было захоронение в деревянном гробу. Вот он сейчас откапывает прям непосредственно кости. Вы где-нибудь видите деревянный гроб? С чего они взяли, что он в деревянном гробу был захоронен? Сейчас он дальше скажет. Да, еще по поводу кочевников. У меня уже просто вот, что кочевники. Все люди, которые сегодня путешествуют, это, в принципе, кочевники. Все, кто ездят на самолетах, на поездах, ходят пароходами, это кочевники. При первичном учебнике мы обнаружили, что бульдозером была снята часть захоронения. Кочевник, захороненный здесь, был значимой персоной. По словам археологов, такой вывод позволяют сделать окружающие его предметы. Тело находилось в закрытом деревянном гробу. На его крышке голова лошади в конской сбруи, созданной из серебряных нашивок и бронзовых фоларов. Это и предметы быта, типа котелков, терочников, ножей, разнообразных зеркальцев небольшого. И заканчивая достаточно богатым захоронением, это уже, скажем так, кто-то из элиты. Там находятся золотые предметы. Это не единственная находка. Скажите, где здесь курган? Равнина. Кургана нет. И однородный грунт. Если это песок, хотя он больше дальше похож все-таки на глину. Может быть, глина с песком. Вот здесь как бы виден песок, но вот здесь похоже на глину. Кочевник захороненный здесь был значимой персоной. Вот смотрите, это значимая персона так захоронена. Как лежат кости. Вот они откапывают. Да, вот голова, рука сломанная. Вот так вот, как он падал, наверное. Вот здесь вот одна рука идет, костей нету, да? Переломанные вот здесь кости. Вот сохранилась голова. И вот как он падал на плечо. Выломанная кость. А, вот. Им окружающие предметы позволяют этот вывод сделать. Нашли котел, а может быть, не нашли. А может быть, нашли. А может быть, и не нашли. Но главное сделать общий вывод, что 2000 лет и так далее. О, слышали? В закрытом деревянном гробу. Где вы здесь видите закрытый деревянный гроб? Вот они откапывают прям непосредственно. Вот где этот закрытый деревянный гроб? Вот что происходит? На его крышке голова лошади. Покажите деревянный гроб и крышку с головой лошади. Ага. Вот мы видим, что это занесено. Они кисточкой обработали. Вот так это лежит. Вот теперь с другого ракурса это видно, как лежит голова. Вот так вот, как если он упал на плечо. Рука в неестественной позе. Посмотрите, в какой позе рука. Кисти нету. И нету ничего дальше. Только немножко ребер. И даже второй руки нету. И вот что. Месиво из костей. Вот это могли положить. А вот эта кисточка, она недооткопана. Она просто вот сняли, немножечко очистили эти кости. Но вот они так и лежат. И мы видим чистый слой, без всяких переходов, чистый слой вот этого заноса, в который этот человек попал, его перемолол просто. Покажите богатое захоронение. Вот этот человек, который мы видели, вот это, останки не человека, останки человека. Возможно, его застало здесь, вот в этом месте. Или еще у кого-то застало. Может быть, это путники. Или, может быть, они убегали от этого. Взяли какие-то вещи с собой максимальные, но не убежали. Да, еще хочу обратить внимание, почему я говорю, что 19 века. Потому что нету переходных слоев. И это не глубоко. То есть вот общий такой слой глины, песка, который присутствует и в городах в том числе. Он не везде присутствует. В некоторых областях его нет. Но вот в данном случае в Астраханской области он есть. Не захоронение, а двое останки погибших людей здесь обнаружено. Вот видите, еще раз, опять-таки, все на ходу. Вот они, кости лежат человеческие. Никаких гробов. Вот еще какие-то кости, фрагменты костей. Но здесь мы видим как бы сустав ног. Вот они нашли останки. Вот они идут. Покажут дальше линии? Вот это похоже все-таки на глину, а не на песок. Хоть и говорят пески, вот такое суховатое, влажноватое, но это по цвету больше напоминает глину. Может быть, это действительно глина с песком. Просто люди подхватили свои вещи, которые могли... Вот мы бы сейчас документы схватили. Какие-то посильные, самые ценные вещи. Подхватили и бежать, и спасаться от этой катастрофы. Итак, вот здесь кадры показали ближе. Вы видите сами, что это не захоронение, а это груда костей. В перемешку здесь вообще непонятно что. Просто груда костей. А вот этот, у меня такое ощущение, что его вставили. Потому что здесь есть он обрезан. Горшочек сюда вставили. И высота. Кургана здесь нет никакого. Они просто обманывают. Потому что вот стоят дома. Обратите внимание на заднем фоне. Вот они так и стояли. Здесь просто была степь. Кто-то что-то случайно копнул, обнаружил и начали раскопки. Никакого кургана здесь нет. Высота заноса глиняного. Вот опять-таки никаких слоев. То есть это однородный и быстрый выпад занос этого глины. Вот это поток. Или сверху это лилось. Такой чистенький ему очистили. В руки дали. Может быть, откуда-то взяли. Из музея притащили горшочек. Нету курганов. Мы видим степь. Курганов никаких нету. По крайней мере, вот то, что они называют курганом. Курганы даже так вот они не выглядят. Курган все равно видно, что он курган. Там возвышенность есть. Его раскапывают, делают прорезы. И видно, что это курган. Здесь просто вот степь. Вот там тоже может это все быть. Якобы захоронение. От села Никольское. В пяти километрах. И вот это тоже очень хорошо видно захоронение. С пробитой головой. Череп пробит. Треснул. Ну, это может быть и убит человек. Трудно сказать. Не показали даже. Так. Вы видите, что это удар. Рассещённый череп. По башке шарахнули. И вот здесь вот удар вот так произошёл. И вот это называется богатое захоронение в деревянном гробу. Я ещё раз хочу посмотреть на это захоронение якобы в деревянном гробу. То есть нашли несколько останков. И один из них чётко выраженный с насильственной смертью. Здесь я ничего не могу сказать. То ли... Может быть, грабили. И попали они под эту вот... Под эту глину. Может быть, чем-то ударило этого человека. Что там происходило? Что за катастрофа была? Никаких гробов здесь не видно. Если вы что-то видите или найдёте информацию, напишите в комментариях. Будет интересно. С вами была Галина Конышева. Это был внеплановый ролик. А я готовлю следующее для вас интересное видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за комментарии. Очень много дельных комментариев. Очень много умных. Вы молодцы. До свидания.